Всем привет! Сегодня запломбировали инстаграм. Есть предположение, что ютуб следующий. Ребята, я предлагаю вам, спасибо нарезчикам, кто вставит, ссылку на свой телеграм. Там, во-первых, ну я вообще про себя много рассказываю и пишу всякие приколы. Я давно использовал телеграм уже вместо инстаграма. Если ютуб следующий, то возможно твич, возможно платформа Трова. На все это я предоставлю ссылки в телеграме, поэтому подписывайтесь на телеграм. Пора бы уже скачать. Хватит игнорировать, у меня даже бабушка скачала. Так что пора бы. Качайте и переходите по моей ссылочке. И по ссылке в описании, и закрепленных комментариях, и все такое. Если вы это смотрите в нарезках, а вы это смотрите в нарезках, то, наверное, сами нарезчики вам тоже что-нибудь предоставят. Возможно, даже свои ссылки. Вот, нормально. Значит дальше по центре. А, про кошмары. Ебать по центре. Это какая-то полная хуйня была. Значит, рассказываю вам еще раз. Я на прошлом стриме рассказывал про фобию, потому что я просто про нее вспомнил. Я даже не помнил, что у меня есть фобия. Понимаете? Значит, у меня в детстве... Я эту фобию называю кап-кап-кап. Потому что мне сказали, это гигантофобия. Это не она. А ну-ка, гигантофобия. Гигантофобия. Вот. Ну, блин. Ну, я не знаю. Ну, чуть-чуть... А, не. Ну, ладно. Я, наверное, понял. Наверное, понял. Да. Я понял. Да, может быть, у меня гигантофобия все-таки. Возможно, у меня гигантофобия. Ну, я дискомфорт. Вот я смотрю на эту картинку, дискомфорт испытываю. Да. Да-да-да-да-да-да-да. А вот на все остальные картинки я смотрю, ничего. А что так мало по запросу гигантофобия? Что-то вообще мало. Гаптофобия называется. Подожди. Гаптофобия. Редкая специфическая фобия. Навязчивый страх. Боязнь прикосновения окружающих людей. Нет, блядь. Нет. Гигантофобия. Гигантофобия. Просто заменяется автоматически. Ладно, короче, рассказываю. Посмотрим. Мне снились... Мне снились сны в детстве. Значит, ну, я вот почему называл это кап-кап-кап. Да, я вот всегда это... Мегалофобия. А ну-ка, сейчас. Ну, а ну-ка, я сейчас заценю, может быть. Мегалофобия. У меня калофобия. Так, а ну, мегалофобия. Ну, это боязнь больших предметов. В мире существуют сотни самых разнообразных фогий, но фобия. Одна из них известна и является мегалофобия. Или боязнь огромных предметов. Сюда относятся большие скульптуры. Нет, мне это нравится. Ну, как бы... Мне чуть-чуть по-другому. Нет, ну как-то чуть-чуть по-другому. Нет, ну вот тут вот я тоже... Вот тут дискомфорт испытываю вот это вот. От этой картинки. Но нет. Короче, дело в том, что у меня... Мне дискомфортно, когда я испытываю сравнение чего-то большого и маленького. Вот, вот так вот. Короче, почему кап-кап-кап? Во сне. Это были страшилки. Они мне постоянно одни и те же снились. Я в пещере почему-то. В этой пещере есть великаны. А я в заложниках сижу. И есть великаны. Большие люди. И в этой пещере капает по капельке водички. И эхо распространяется по всему... По всей пещере. И так происходит, типа... Кап. Ой, нет, сейчас. Кап. 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 А потом, поскольку это типа большая пещера для великанов, то падает гигантская капля. И она уже со звуками... Пфффс-фффм... Ну вот типа, ну вы поняли, да? То есть сначала идет кап-кап-кап, а потом типа гигантская капля. И у меня из-за этого, ну, это даже не страх, но я знаю, что такое страх, блядь, да? Это какой-то другой страх, это вот именно, ну, сравнительных чувств нету. Вот, и потом то же самое в сравнении у меня были вот это тоже кадры. То, что, ну, мы были в заложниках, но нам говорили великаны, типа, можете почитать хотя бы газетки. И мы читали маленькие газетки, ну, для нас они были нормальные. А для великанов это была такая газетка, которую он вот так вот открывал и смотрел. И из-за этого, вот, когда он брал эту газету, у него в одной руке большая газета, а в другой маленькая. Тоже вот, ну, блядь, я не знаю, как вам объяснить, какая-то хуйня. И вот это кап-кап-кап, блядь, и маленькие капли, а потом гигантские. Потом вот эта хуйня, и, короче, я в ахуе. И дело в том, что у меня вот эта фобия из-за игры, вот, в которую мы играли, она опять проснулась. Потому что там ты берешь шахматную фигуру, да, а потом она хуякой становится большой. И может быть большая и маленькая шахматная фигура. И у меня проснулось это чувство именно. Не фобия, а просто я вспомнил это чувство. Я даже не знаю, как его описать. Это реально не страх. Это кап-кап. Ну, оно у меня кап-кап только, я могу его описать. Вот. И дело в том, что дальше мне снится сон, по сути, не очень связанный. Но вот этот страх или вот этот вот кап-кап у меня были в этом сне. Короче, что-то я на какой-то машине, в какую-то боевую зону, я так предполагаю, вы понимаете куда. Привожу, и у меня полный багажник оружия. И я говорю, люди, берите оружие. И вот в момент, когда они берут это оружие, у меня вот это вот чувство. И я просыпаюсь, думаю, что за хуйня. Опять засыпаю, и опять заново сон. И я опять просыпаюсь, и опять засыпаю, и опять заново сон. И, короче, я, блядь, просто не... Ну, я был выжат реально эмоционально. Я больше уже ни о чем не мог думать. Потому что вот это вот хуйня у меня. А дело в том, что я перед этим начитался новостей. Я вот это вот себя освободил же от новостей, да, всяких. Вот. Но я их начитался. Я дурак, я пошел читать эти... Я начитался всякой хуйни опять про войну, блядь. Ой, я извиняюсь. Так войны-то никакой нету, да? Извините. Вот. Это я... Про войну я книжки читал, учебники. А новости я прочитал про спецоперацию. Вот. Ну и, короче, начитался, думаю... Ну, все, пиздец, блядь. И вот это вот мне хуйня всякая начала сниться. Вот. Потом же я к нему сходил. Прихожу домой. Ну, я понимаю то, что все, я сейчас усну. Вот. И понимаю то, что я пришел домой, блядь, и я не купил эти таблетки и мази, которые мне прописали. Я опять пошел, блядь, вышел. Пошел в аптеку. Вот это вот все купил. Мне было кринжово, блядь. Потому что вот эта кассирша или как она, фармацевт, спрашивала. А вам что, от геморроя, блядь? Думаю, ну нахуй погромче, может тебе, блядь, микрофон дать, блядь? Может ты везде, нахуй, по всему Ростову расскажешь, блядь, и для чего мне таблетки, нахуй? Ну, короче, я пришел домой, лег спать, проснулся. Ну, я бы не сказал, что поздно или не поздно. Я вот это вот просыпаюсь. Вот. И думаю, подрубать стрим или не подрубать? Ну, просто нету вот какого-то, не то, что настроения нету, не то, что я грустный, а просто нет запала. Вот сегодня я, хотя был запал вот именно порассказывать вам истории, но я подумал так. Вот я как только расскажу истории, мне сразу неинтересно станет стримить, и мне что, просто подрубить стрим, чтобы истории рассказать? Вот. И поэтому я решил не подрубать. Я сидел, играл в Overwatch и смотрел всякие видео с новостями. Блядь, знали бы вы нахуй, сколько я посмотрел всяких видосов с новостями, но я выборочно смотрел те, которые новости мне понравятся. Ну вот, там как бы прикольные всякие новости, интересные, вот, которые, я так предполагаю, вряд ли я могу озвучивать, да. Но мне, ну прям, я чувствую, что приближается хорошо что-то. Какая-то хорошая развязка приближается. Вот, у меня вот ощущение, вот, того, что приближается хорошая развязка. И я потом, я вот еще даже подумал записать сейчас видео с тем, что я хочу сказать, да, и залить его или опубликовать его тогда, когда можно будет разговаривать, шарите. Вот, и я еще подумал, у меня еще одна прикольная мысль пришла в голову. Смотрите, если, если у нас заблокируют YouTube, то, получается, государство заблокировало YouTube. YouTube, значит, для государства не существует. Правильно я ли я понимаю то, что я смогу на YouTube заливать все, что захочу вообще, вот. Ну, типа, говорить вообще все, что я захочу, там, себя вообще... Ну, потому что я же, я же выражаюсь на площадке, которой нету, которая не существует. Вот, вот мне интересно, можно ли, можно ли будет так, как бы, безопасно для себя, вот. Или это какой-то риск большой и все такое. Вот, и нормально. И вот так вот. Когда YouTube вернется, тебя набутылят сто процентов? Да вот дело в том, что когда YouTube вернется, тогда некому будет набутыливать, я предполагаю. Так что нормальная тема. Ты говоришь, это находясь на территории РФ, так что нельзя. Да не, я не думаю, блядь. У нас нахуя людей, блядь, на кухне сидят на территории РФ, обсуждают и говорят все, что хотят. Вот, ну, хуй пойми. Вот, ну нормально, ладно. Так, еще что по центру. Я посмотрел видео про съебы. Короче, я так понял, съебывать уже все нахуй, поздно. Потому что я посмотрел, допустим, в Грузии. Нету же квартир. Либо очень дорогие квартиры, либо их нет. Вот, я посмотрел видео, там некоторые чуть-чуть плохо к русским относятся, но не прямо уж так типа супер плохо, там как бы можно нормально поговорить, да, и все такое. Вот, но дело в том, что из-за того, что туда очень много людей наплыло, как бы, да, очень много людей за один момент туда приехало, то там просто повышается цена за квартиры. Вот, и там тяжело будет. Либо найти тяжело квартиру, либо она просто очень дорого будет стоить. Вот, в Минск уже Креки. Меня, блядь, вы бы знали, сколько мне Креки сообщений написал. У меня есть доклад, блядь. Мне кажется, Креки, ты должен делать какие-то не видео, а иди там, я не знаю, в политику или эссе пиши. Потому что по центру он, видимо, самый главный патриот Беларуси. Он мне так расписал, то, что я, блядь, даже сам, видимо, подумал уже, то, что Беларусь это самая величайшая в мире страна. Вот, он мне там разрекламировал, блядь, по центру, вот я, вот колесико мыши, вот, зацените, вот, вот сейчас. Вот, вот, вот столько. Он мне доклад, нахуй, понимаете, написал доклад про Беларусь. Расписал все, как, где, вот, я так предполагаю, блядь, как только я приеду, у меня там Креки встретят, блядь, заселят куда-нибудь, вот. Но дело в том, что туда уже тоже, типа, уже не вариант, потому что, ну, туда тоже уже доходит. Туда доходит то же самое. Вот, поэтому не вариантик, надо, может быть, что-то поинтереснее, может быть, Армению, кстати, посмотреть, или что-то вроде того. Но у меня есть предположение о том, что я пока не хочу, вот. Когда будет, вот, когда станет совсем плохо, вот, если реально еды там не будет и все такое, то, ну, может быть, придется куда-то поехать, полететь, да. А так я не хочу, потому что у меня есть, ну, реально, вот, стойкое ощущение, надежда, что все хорошо, вот, будет, вот, что будет даже, даже лучше, даже лучше будет, чем было, так сказать. Вот, может быть, через время, но мне кажется, что все будет прекрасно, реально. Вот. Кипр уже ГГ, да, 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 это 100% ГГ. Нет, как оказалось вообще, я опять же видео посмотрел, я подумал, что если ты русский, тебе нельзя летать вообще. Но, оказывается, нельзя летать русским самолетом. И, по идее, я могу поехать на поезде в страну, где летают их самолеты, и там летать, что захочу. И во многие страны до сих пор путь открыт и все такое. Слушайте, я какой-то слишком красный, по-моему. Ну, Алиса, шкаф зеленый. А ну-ка, может быть, я сейчас менее красным стану, из-за того, что шкаф зеленый сделал. Вот. Ну, и вот так вот, нормально. Вот. За сколько продаж свой геморрой в банке? Блядь, вот, если бы ему можно было бы достать, вот, реально, если бы он это достал, и мне бы в баночку бы положил, и можно было бы это забрать, это реально прикольно было бы. Вот. Вот, я бы, я бы попробовал бы, это интересное, интересное шкаф. Микро, микро, микропсия. Ну, у меня микрописия. Это, ты об этом? Ну, у меня нету фобии, у меня просто микрописия, как бы. Ладно, подожди, может быть, это реально та фобия, которая... Так, микропсия. Пацантре, что это? Микропсия может наблюдаться при поражении сетчатки в области желтого пятна. Чё за хуйню ты мне написал? Микропсия. Расстройство зрения, при котором размеры видимых... Нет, да невидимых, блядь, у меня с глазами всё почти нормально. Я вот, когда представляю что-то большое и маленькое, мне начинает... Блядь, лучше бы я в эту игру не играл, я бы тогда бы и не вспомнил, потому что у меня такая штука есть. Вот. Вот, и нормально. Не, ну да, атака у вас слишком огромный. Не-не-не, это не то. Вот как-то, может быть, это какую-то я новую фобию изобрёл. Вот. Но мне реально дискомфортно. Неприятно, неприятно прям реально. Ммм. Да-да-да, блядь. Вот здесь крутишь, а крутится вот здесь. Вот, и мне от этого кайфует. Да, блядь, заебал ты, ну реально, не звони мне, сука! Что? Алло. Это, ты мне просто рассказал это, когда про фобию, да, на стриме. Вот, я сразу вспомнил битбокс, да, один, сейчас. Так. Норм? Да, топ. Вот, ну у меня вообще шутки были, но ты тайминг потерял тупой, я же первый раз звонил. Ты можешь мне не звонить, пожалуйста? Желтко было. Ты можешь мне не звонить, реально? Где деньги за игры, фукур? А, ну это ладно, тут я согласен. Так. Подвид фанофобии. Подсентрай. Теперь у меня какая-то фанофобия. А ну, пойдем смотреть, что такое фанофобия. Фанофобия. Боязнь громких звуков. Сюда также может относиться боязнь голосов. Так это со звуком связано, а у меня не со звуком. Некоторые люди могут испытывать страх перед устройствами, которые могут внезапно издать громкий звук. Например, могут бояться наушников. Это не про меня. Да это не про меня, блядь. Да нет, это не то. Блядь, а может набрать просто боязнь сравнения большого и малого? О, а ну. Справочник психопата. Че за хуйня? Почему мне выдало справочник психопата? Недавно психологи опубликовали самый полный список человеческих страхов и фобий. Люди боятся не только грозы, мышей, пауков или дорожного движения, но и кур, коленей, длинных слов и запора. Ну нет, запор я боюсь, кстати. И похоже, что каждому есть чем дополнить этот длинный список. Нет, это хуйта. Да нет, это может быть... Не, ну может быть чуть-чуть мегалофобия. Может какой-то подвиг. Мегалофобия. Медортофобия. Эротофобия. Что такое эротофобия? Эротофобия. Навязчивый страх, боязнь полового... Да блядь, вы че нахуй? Вы просто рандом говорите или че? Как это связано с маленькими и большими предметами, блядь? У тебя 100%? Медортофобия. Так, сейчас. Что это? Это иррациональный страх, которому подвержены как мужчины, так и женщины. Она может быть связана с смущением и уязвимостью. Мужчина испытывает страх, что он посылает женщине невероятный сигнал, от которого женщина не может просто сбежать. Что, блядь? Подсоцентр закуклите и посмотрите, что еще картинка какая выдается. Какая выдается картинка самая первая про это. Так, все, короче, не пишите нахуй. У меня нету этой. У меня есть боязнь, вот эта фобия кап-капа. Кап-кап. Кап-кап-кап-кап. Вот это, когда кап-кап... Вот это, когда кап-кап-кап-кап-кап. И геморофобия... Геморояфобия у меня тоже. Это правда. Не, геморофобия это тоже. Это правда, да. То, что у меня геморофобия есть, это правда. Да, да, да. Геморофобия. Мистер Гека. Я его уже... Я не то, что его боюсь. Он меня раздражает. ПМ-10.